Всем привет! Сегодня в этом видеоролике я хочу показать авторам видеороликов о Linux и различных компьютерных советов о том, как их ролики будут размещаться на сайте и как вообще все это дело будет происходить. Вот Алексей из Ростова-на-Дону мне любезно согласился в этом деле помочь, потому что у Алексея имеется свой канал на YouTube, ну по-русски все обычно говорят на Трубе. И значит, вот как поместить его видеоролики к нам на сайт. Вот хотелось бы все это дело, как говорится, показать детально. Вот посмотрите, вот автор. Вот у Алексея, у него есть видеоролики. И скажем так, не два, не три, а скажем, ну, больше десяти. Так вот, как все это будет происходить? Поскольку Алексей является и сам в то же время модератором сайта, вот он просто, значит, может показать весь процесс. Алексей, вы готовы нам показать? Да, да. Добро договорились. Вот давайте на вашем же примере покажем людям, как будут размещаться их, значит, ролики на канале. Я предложил вначале идею, что, значит, первое, на сайте, значит, создается такой, как бы, раздел, где написано, допустим, там фамилия, имя, город, там страна. То есть люди знают, что вот этот, вот автор видеороликов, кому-то нравится смотреть, вот, допустим, только ваши ролики. Он зашел на сайт, смотрит, ага, Алексей зашел к вам, ваш, скажем так, это самое раздел, а там, значит, ссылочка, чтобы он сразу мог посмотреть все ваши видеоролики в хронологическом порядке от более новых к более старым. Вот это вот можно сделать или нет? Да, конечно, можно. Ну вот покажите, как это будет дело делаться. Для начала, конечно, надо зайти на сайт, на наш, точнее, это будет форум конкретно, ну и быть, естественно, зарегистрированным. Так, ну вот я смотрю, вот Алексей Лукьянов, Россия, Ростов-на-Дорога. Ну я вам покажу на своем примере. Вот раздел авторы видеороликов. Авторские видеоролики, да. Да, да. Заходим вот на мою, как бы, вкладочку. Так. И здесь, вот я уже создал все видео на моем канале YouTube. Так. И вот пользователи... Мы ее открываем, и здесь есть ссылка конкретно на мой канал, где эти все видеоролики есть. Нажмите, нажмите. Ну вот мы берем и переходим конкретно. То есть вот здесь все ваши ролики, начиная, значит, сверху от более новых, к более, как говорится, старым. Да, совершенно верно. Так, вот это очень хорошо. То есть пользователь всегда, в принципе, сможет быть в курсе о вашей активности. Потому что вот тут написано 5 дней назад, там 5 дней назад, там дата, по крайней мере, стоит. Но человек может определиться, допустим, или вы в отпуске, скажем так, или активно работаете. Хорошо. А, допустим, вот лично вы, как автор, хотели бы, допустим, разместить еще свои ролики и по различным темам. Вот как вы это можете сделать? Все это делается точно так же элементарно. Давайте создадим какую-нибудь вот тему, допустим, на которой у вас есть несколько уже видеороликов. И на этом примере, значит, покажем, как вот авторы могут делать свои тематические... Да я наглядно сейчас это все покажу. Мы переходим опять же на вкладочку «Форум» и, допустим, выбираем в категории, какую вы именно затрагиваете тему. Ну, допустим, выбираем там браузер. Вот, 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 да, у вас есть хорошие ролики по очень такому редкому браузеру. Давайте, давайте. Мы переходим сюда и создаем новую тему. Так. То есть вы не модератор, а вы вот как обычный пользователь, зарегистрированный, можете создать тему. Любой зарегистрированный пользователь, такие же права, как вот сейчас и у меня. Создаемте заголовок. Так. Ну, я сейчас попробую там быстро сделать, чтобы не задерживать. Я потом подкорректирую, как бы, вот, вивальди. Если нужно, поставим иконочку. Если нужно, поставим сердечко. Как вам это все нравится? Здесь вы делаете описание конкретного. Ну, вот, напишу просто, чтобы вы понимали, браузер. А что там перед браузером, там такой значок? Ага. Это я нечаянно. Его можно точно так же там сделать красивым, чтобы он выглядел большой. Подсвечиваем, смотрим на предпросмотр. Так. И будет вот так вот красиво это все дело выглядеть. Ну, это мелочи. Сама суть остается сутью. Хорошо. Чтобы дальше все это делать, пишем ссылка. Или там же... Далее... Смотреть. А, точно. Смотреть написано. Смотреть. Выделяете все это дело и прилинковываете к своему... Да, здесь мы нажимаем... Я бы выделил словечко смотреть и на нем бы нажал на линк. Выделяйте. Сейчас мы это сделаем. Хорошо. Вот мы... Ставим YouTube. И здесь вместо ними просто-напросто переходим к моему видео, где говорится о браузере... Вивадде. Давайте ищите его. Так, так, так. Вот. Отлично. Браузер Вивадде. Я котирую ссылку. Так. Перехожу обратно на форум, где я вставляю видео. И вот, вставляю ссылочку. Вижу, вижу, да. Смотрим, как это будет выглядеть на предпросмотре. Хорошо. Назымаем. И как вы видите... А, и сразу же здесь, ну, так это вообще великолепно. То есть, уже в пределах самого, значит, сайта уже будет, значит, информация об этом браузере. Так. А, допустим, вот вы эту тему открыли, допустим, браузера, да? А другой пользователь может в этой теме тоже поместить ссылку, ну, допустим, на другой видеоролик. Или этой темой можете пользоваться только вы? Нет, почему? Я вот сейчас наглядно показываю. Ну, отправляйте. У нас все устраивает. Да, да. Я согласился, создал. Я нажимаю кнопочку отправить. Все. Ролик в определенной категории. Я опять захожу на форум. Захожу в эту же категорию. Браузеры. И здесь можно, как и в моей категории, которую я создал, опять же, ответить, перескочил, простите, ответить и точно так же продолжать развивать форму этой ветки по Вивальде. Либо же вы можете создать точно так же, конкретно в браузере, еще одну тему. А где, вот я вижу Вивальде, а где вот, не-не-не, вот смотрите, браузеры. Вот. Да-да-да. Вот если я на них перескочу, то у нас, ага. А, кто-то хочет добавить свой ролик к браузерам, он добавляет новую тему и добавляет сюда, как говорится, свой ролик. Да. Ну, так вот, я что и хочу сказать, потому что есть, допустим, авторы видеороликов, ну, у людей очень много видеороликов. И я, допустим, не хотел бы, чтобы они вот эту вот всю работу, извини меня за выражение, Алексей, валили на модераторов. Потому что модератор, вот, пожалуйста, значит, он создает, помогает пользователю создать специальный раздел. Значит, вот, Алексей, зайди, покажи, где у нас раздел авторы видеороликов. Вот в этом разделе, значит, там с помощью администратора сайта создается раздел. Значит, и пользователь уже туда получает доступ спокойно, зарегистрированный. И там, значит, будет указаны все его видеоролики. Это общее, скажем, такое требование. Но уже размещение роликов по различным, скажем, тематикам, ну, господа хорошие, вы уж все-таки, наверное, будете делать сами. Потому что, ну, вам, как авторам, гораздо все будет, все это дело и виднее, и понятнее. Я расскажу еще, почему мы этого сделать не можем. Потому что при создании, допустим, вот, как только мы кликнули и начинаем создавать тему, здесь будет к теме присвоен ник. То есть, вы потеряете в любом случае свое авторство. Мы его переименовать не сможем. Именно под кого-то конкретно. То есть, зарегистрированный пользователь со своим ником, когда начинает открывать тему, к этой теме моментально присваивается авторство зарегистрированного пользователя. Ну, я считаю, что это очень хорошо, да. И после этого он может создавать тему. Никто его не обкрадет. И даже если какой-то материал личный выложим авторам, то есть, все будут видеть, кто именно автор. Мы поэтому, как бы, не хотим этого делать, чтобы мы занимались выкладыванием. То есть, хозяин материала должен сам его выложить. Мы ему просто помогаем. Мы только можем, значит, чем помочь? Раздел указать. В разделе, значит, дать ссылку на все видеоролики автора. Ну, уже дело автора. Самому ручками разложить свои ролики по разным, значит, разделам. Ну, а разделов, значит, как понимаете, у нас тут, скажем так, немало. Вот, значит, надо будет, наверное, еще более какую-то удобную форму сделать. Может быть, даже, чтобы вообще, ну, там, все столбиком шло. Чтобы, там, не бегал человек, там, от А до Я, вот, чтобы шло. Ну, или оставить так, ну, по крайней мере, сказать, человек будет видеть, о чем речь. И, может быть, даже здесь и буковки сделать покрупнее. Чтобы люди видели, там, какой раздел, там, и так далее, и так далее. Вот. Ну, сама по себе, вот лично мне эта идея очень нравится. Почему? Сайт так и задумывался, чтобы на нем могли присутствовать самые разные авторы. Значит, и с другой стороны, это будет им вроде бы как и продвижение, и реклама. Почему? Потому что их смогут посмотреть большее количество людей. Значит, единственное, что мы, значит, авторов всех просим, чтобы старались в своих будущих роликах придерживаться нашего, скажем, стандарта. Он вырабатывался, как говорится, в боях, скажем так, за высокое качество. Ну, в частности, по качеству. Ну, что? Самое главное, чтобы ролики были высококачественные. 1080. Это наши минимальные требования. Выше? Пожалуйста. Я еще могу это... Конечно, конечно. Еще было самое главное. Любой автор, который захочет разместить видео здесь, вот, в авторском разделе, предварительно должен написать и конкретно указать свои координаты. Вот, допустим, вот, как в данном случае у меня. Мне скрываться нет, поэтому я написал все, как есть. Вот, Лукьянова Алексея, Россия, Ростов-на-Дону. Другой может изменять, там, допустим, Олег и там Олег Иванов. И все там, не указывать. Просто Россия, может быть, Украина. У нас здесь никаких политических эмоций нету в отношении друг друга, поэтому без разницы. Точно так же просто дать свои данные, чтобы при открытии раздела указывались ваши, как бы, координаты. Ну, то есть, как бы, авторские. Авторская вкладка. Вот так вот будет. А еще что хочу сказать. Обязательно авторам, которые хотят выложить свои ролики вот сюда. Значит, просьба какая? Связь-то нам нужна живая. Недостаточно просто сообщить адрес своей электронной почты. И что мы там будем с вами по электронной почте месяцами переписываться, обсуждая простой вопрос, когда можно по видеосвязи этот вопрос решить гораздо проще. Просто вы должны будете указать, какие, допустим, вам предпочтительно виды связи. Или Skype. Или вот сейчас вот по Google тусовки хорошие появились. Пожалуйста, укажите свои координаты. Время, когда с вами будет удобно связаться. Время указывайте, допустим, по Москве. И чтобы с вами можно было связаться, обсудить вопрос. Потому что в дальнейшем вы уже, когда вот это вот все будете делать, вы это будете делать сами, как говорится, в своем кабинетике. И у вас и проблем не будет. Значит, по качеству. Значит, решено было так. Что, ладно, в каком качестве авторы, значит, ролики делали до этого, значит, ну, глупо заставлять людей их переделывать, бог с ним. Ну, вот все последующие, ну, пожалуйста, придерживайтесь стандартов. Алексей, покажите наши учебные видеоролики, значит, по которым люди могут понять наши стандарты, какие мы предъявляем. Программа 25 слева. Вот программа 25, да. И чуть пониже. Вот. У нас имеется три раздела. Запись экрана программы Simple Screen Recorder. Это, значит, подробное руководство по настройке программы Simple Screen Recorder. Здесь, как работать с видеоредактором OpenShot, здесь показывается и рассказывается подробно, как выпускать ролики высокого качества 1080. И последний, значит, ну, тоже, там, как загружать видео на трубу на YouTube. Вот, кто просмотрит эти видеоролики, значит, я вам могу уже точно сказать, что вот эти вот люди, они уже будут выпускать все свои последующие видеоролики, сказать, в правильном формате и хорошего качества. Потому что это уже все проверено, это работает. Любой мой видеоролик, возьмите, значит, на трубе. Вот, опустись пониже, вот, Алексей, вот, как пользоваться сайтом. Открой этот ролик. Вот, посмотрите, HD, нажми на HD и открой на качестве. Тут и так видно, ну, видно, что 1080. Ну, ты кликни по качеству, чтобы видно было все варианты качества. Я его открою. Ну, давай, давай. Ты зайди в качество. Ну, вот оно. Не раскрывается менюшка? Вот. Вот видите, у нас самый высокий выбран, как говорится, стандарт 1080. Вот его мы стараемся и придерживаться. То есть 720, ну, если у вас там были старые ролики на 480, на 720, ну, они, ну, скажем так, популярны и так далее. Ладно, никто у вас неволик не будет, выкладывайте. Ну, последующие видеоролики, все-таки, пожалуйста, старайтесь придерживаться вот этого стандарта. Он совершенно несложно его делать. Даже редактором OpenShot, Алексей, вот расскажи-ка, как мы переделывали видеоролик 720 на 1080. Даже OpenShot позволяет даже улучшить качество уже существующих видеороликов. Ну, да, там было качество, наверное, 720, и с помощью программы OpenShot чуть-чуть подрастянули его. Ну, конечно, сказать, что заметно там что-то изменилось, этого нету там суперсверх качества. Но, тем не менее, качество как бы нормально, то есть все видно, циферки там, разглядеть все можно. То есть даже в браузерной строке все это... А за счет того, что расширили экран, убежали две ненужные вертикальные черные полосы. Ну, да. И изображение стало нормально, да, во весь экран. Вот таким вот образом. Ну, это, наверное, больше касается тех, у кого, во-первых, кто снимался на 720, или же у кого монитор, там, вот это разрешение 1280 на 1024. Ну, вот типичный вопрос. Мне, значит, кстати, очень опытный пользователь его задал. Он говорит, а у меня, говорит, лаптопы. Я, говорит, на лаптопе там могу делать разрешение только там типа 800 на 600 там или 800 на 1024. Я говорю, ничего подобного. Когда ты программы Screen Recorder на ролик забросишь и начнешь обрабатывать, то ты там выставишь качество 1080. И все у тебя будет нормально. То есть редактор OpenShot, он позволяет вот такие вот вещи делать. Поэтому внимательно посмотрите, как мы делаем настройки, значит, роликов, которые, значит, готовятся к выпуску. И у вас практически будут ролики вот в один-один с моими, с роликами там Алексея. Еще, значит, вот у нас есть парень очень интересный, значит, Олег из Астрахани. Он практически, я только как увидел его видеоролики, ну, сразу понял. Это, как говорится, человек смотрел наши видеоролики, как вот качество делает. У него еще в роликах-то стоит-то сборка 17.1. Вот умный человек, представляете, он не погнался там за этими новыми версиями и за всеми последующими после этого головняками. А оставил свою сборочку 17.1. Она его устраивает, он на ней работает, он на ней делает видеоролики. И сидит себе, и живет спокойно. Ну, а у кого, как говорится, в одном месте шило, ну, те всегда получают, как говорится, по полной программе. Поэтому мой вам совет, значит, пожалуйста, значит, есть возможность откатиться на 17.2 для 64-битных версий у меня на Меге. Если у кого-то там что-то глючит с новой 17.3, значит, можете откатиться на 17.2. Там просто можете обновлять программы, а вот версию не обновляйте. Вот и все, и будет у вас, так сказать, нормальная стабильная сборочка. Ну, ладно, в любом случае, Алексей, большое спасибо. Почему? Потому что, ну, многие просто даже вот не знают, вот, а что с их роликами там будут делать и так далее. А теперь люди что? Значит, и что они смогут сделать? Во-первых, спокойны будут за то, что их видеоролики все махом могут просмотреть любители их видеороликов. И затем, значит, они могут по самым разным тематикам эти, значит, видеоролики, как говорится, разложить. Вот и все. Я считаю, что вот, ну, для этого ручками придется поработать с самим автором. Никто за них эту работу делать не будет, потому что, ну, господа, цените труд модератора. Ну, да, единственное, вот, дорогие друзья, как бы, пользователи, если вы какую-то категорию не находите, да, и при выкладывании какого-то своего видеоматериала, ссылки там, или еще что-то подобное, не стесняйтесь, пишите, как бы, мы только развиваемся, много еще будем доделывать, дотачивать. Поэтому, если где-то чего-то нет, либо пишите нам, либо же просто скидывайте, вот, решаем трудности вместе. Это, как бы, общий раздел. Ну, открой его, открой, Леш. Вы туда его заливаете, здесь очень много уже, как бы, тем открытых, ну, вот, любую тему открываем. И, ну, потом смотрим, в любом случае просматриваем это все. Если тема, допустим, не попадает под какой-то раздел, который уже создан, мы его просто-напросто помогаем автору, который создал тему, перенести его в нужный раздел. Ну, смотрим, какой тематики он конкретно придерживается, и потом его переносим. Если же такой темы нет, она действительно не попадает ни под один из разделов, она пока хранится, вот, общаемся на разные темы. Так что, решаем проблему вместе. Ну, я считаю, что это очень правильно, потому что, действительно, просто физически невозможно сразу сказать, там, какие там разделы нужны, какие нет. А так, по мере поступления группируются, значит, вот, типа, вопросы, там, видеоролики и так далее. И, значит, все это потом, говорится, идет сортировка, и затем, значит, раскладывается, скажем так, по полочкам. Вот, и все. Да, и автором, мы специально, автором видеороликов, вот здесь, как пользоваться сайтом есть, потом, есть у нас видеоматериал, как конкретно выкладывать видео здесь. Ну, будете на сайте, просто посмотрите, подробная информация, описание, такой, скажем, видеогайд, он есть. И потом же, опять, напишите, если вы хотите стать автором, чтобы у вас здесь авторские видеоролики попали в этот раздел, стать автором. Вот, видите, свободный пока, ну, как бы, этот уже занят, а вот один свободен. Надо просто написать нам, и все, собственно говоря, и дать информацию, какая будет вот так вот отображаться на данном разделе. И все. Он расширяться, здесь авторов можно разместить очень много. Ну, мы, наверное, сделаем авторские видеоролики таким, как бы, сворачивающимся, а то там может получиться 100 авторов. А так вот, видите, как будет. Вот так он будет выглядеть. Вы на него щелкаете, и он открывается. Можно даже отдельно от других вот... Как кому понравится, да. Вот таким образом. Значит, просто вот еще раз хочу, значит, напомнить авторам. Значит, это дело очень приветствуется, потому что Linux все больше и больше люди узнают. И, естественно, всегда нужны ролики, которые, так сказать, ясно, понятно, нормальным русским языком там рассказывают людям, там показывают и так далее. Вот, поэтому, пожалуйста, добро пожаловать, значит, по всем вопросам. Ну, пожалуйста, значит, не ограничивайтесь оставлением только своих данных, там, своего электронного почтового там ящика. Нам нужна живая связь. Любые виды. Или Skype, или, значит, вот, тусовки там Google. Вот, ну, что-нибудь такое. Или от Firefox, значит, скорее всего, тоже этот Hello, да. Что-нибудь такое. Вот, напишите, на чем предпочитаете, чтобы вам можно было связаться с вами, позвонить и решить некоторые вопросы. Вот, не закидывайте это, не оставляйте просто только на модераторов. Все-таки они люди и не могут 24 часа в сутки, как говорится, работать. Вот, ну, ладно. Значит, вроде бы все вопросы мы тут обсудили, Леш, да? Да, еще один, как бы, такой небольшой нюанс. Наш форум посвящен компьютерным советам. То есть, сайт построен конкретно по Linux теме, а на форуме можно общаться как по Windows, так и по Linux. Поэтому здесь создан раздел «Операционные системы Windows». Если у кого-то какие-то вопросы, точно так же есть какие-то там свои, скажем, там, свой опыт, решение каких-то проблем, точно так же становитесь автором каких-то там разделов и пишите. Это кому-то тоже пригодится. То есть, помогайте другим, и вам помогут точно так же в другом каком-то деле. Так что... Все правильно. Объясню почему. Потому что, ну, у меня много видеороликов. Иногда мне там под видеороликом пишут комментарии. Некоторые комментарии иногда прибегают там через несколько месяцев. То есть уже ролик убежал далеко и глубоко вниз, скажем, состарился. А все равно, значит, люди смотрят, пишут комментарии и так далее. И порой сидишь, и, господи, какой же там ролик-то потом? А, ну, вот этот. А так, вот, пожалуйста, все по темам. Уж если вы общаетесь по теме конкретно, там, по броузерам, там, или по офисам, так, ради бога, вы уже знаете, что вас интересует. Вы заходите в определенный раздел и начинаете именно по этому разделу, как говорится, информацию смотреть. А вот если кто-нибудь влезет в раздел с абсолютной глупостью, как говорится, ну, ролик просто-напросто будет удаляться, да и все, как не относящийся к данному разделу. Не по смыслу, скажем, там, не по содержанию. А так, ради бога, напишите, публикуйте, общайтесь. Все сделано для людей. Вот. Ну, ладно. Желаем вам всяческих успехов. Значит, этот ролик я выложу на главной странице сайта, чтобы люди тоже, значит, авторы могли, значит, узнать о наших предложениях и требованиях, и там, и просьбах. Вот. В общем, желаю всем всяческих там удачи, успехов и до новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова